Садовый инвентарь уже в руках. Саженцы на готове. Волонтёры отряда «Бумеранг» вкапывают символичную табличку и дают старт акции «Сад Победы». По инициативе регионального управления социальной защиты её в преддверии праздника 9 мая проводят в Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Акция у нас стартовала в 2020 году в Тамбовском доме-интернате, в 2021 году она прошла в Уваровском доме-интернате, а сегодня у нас в Сосновске. Наверное, человек без памяти не имеет будущего. Девчонки так ловко, орудующие лопатами, постоянные гости учреждения. За годы сотрудничества волонтёры из местных школ стали главными помощниками, бабушкам и дедушкам, проживающим в интернате. Здешние яблоньки и груши, которые уже успели подрасти, тоже высажены не без участия молодёжи. Я понимаю, что через много лет тут будет прекрасный сад, и этот сад был посажен моими руками. Плодовый сад под окнами учреждения сегодня дополнит ещё больше 20 деревьев. Сейчас волонтёры уже заканчивают работать, а впереди чаепитие с бабушками и дедушками. Сегодня в Сосновском доме-интернате проживают 255 человек. Анне Алексеевне Черкашиной в преддверии Дня Победы здесь особый почёт. Она труженица тыла. Таких в учреждении теперь всего четверо. Я работала механизатором. Убирали, пахали, сеяли хлеб. Тяжёлая, конечно, война была. Очень молоденькие были девчонки. Но ничего. Старались и знали, что война. И там наши у кого-то, у кого братья, у кого мужья. И думали только об этом. Когда-то она кончится, и мы будем счастливыми. В ближайшие дни постояльцев дома-интерната ждёт ещё масса поздравлений с одним из главных праздников весны. Открытки к Дню Победы от учеников тамбовских школ и воспитанников социального приюта «Орешек» здешним труженикам тыла уже передали. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей.